здравствуйте дорогие дети и родители сегодня мы с вами будем делать по-настоящему осеннюю поделку это вот такой вот осенний джентльмен или пукола или осенний человечек называйте как хотите на мой взгляд он очень милый и забавный вы удивитесь насколько это просто и доступно внимание на видео вам понадобится коробочный картон который нужно нарезать посмотреть все размеры и количество штук на видео также шпаклевка по дереву гуашь кисти еще кое-какие инструменты и декор который вы будете украшать работу а также горячий пистолет начинаем работать приклеиваем поочередно одну за другой полосочки картона у меня их 12 штук обратите внимание на то что при приклеивании у вас должны оставаться щели между полосочками картона это очень важно иначе пропадет весь эффект дощечек одну более широкую полоску картона нужно приклеить наискосок таким образом вы отделите лицом от шляпы жесткой щетинистой кистью наношу шпаклевку делаю это из стороны в сторону для того чтобы не забивать расстояние между полоской картона а а Следующий этап является очень важным и пропустить его нельзя. Нужно взять острую шпажку или зубочистку и провести длинные продольные полосы по каждой полоске. Также обязательно нужно вычистить всю шпатлевку, которая попала между полос. Для нанесения продольных полос можете использовать гребень, так как делаю я на видео. Данную операцию необходимо производить пока шпатлевка еще не высохла. Посмотрите, какая фактура получается. Через 15-20 минут шпатлевка высохнет и можно приступить к раскрашиванию. Я выбираю светлый оттенок персикового цвета для раскрашивания лица человечка. Вы можете выбрать тот цвет, который нравится вам. Но на мой взгляд будет лучше, если шляпа и лицо будут контрастными. Шляпа теплая, лицо светлое. Я использую для окрашивания гуашь, но для этой работы идеально подойдут и акриловые краски. Узор на шляпу я буду наносить при помощи круглого колпачка от клей-карандаша. Еще мне понадобится обычная ватная палочка. Для того, чтобы нарисовать глазки, я использовала шаблончик в виде капли, а носик у меня будет треугольным. Вы можете взять любую форму, какая нравится вам, и вырезать из бумаги. Это будут глазки и нос. Рот можно нарисовать в произвольной форме. Приступаю к раскрашиванию. Субтитры создавал DimaTorzok Еще мне захотелось добавить щечки. Я нарисовала их немножко небрежно, но именно так мне и хотелось. Наступило время добавить декор. Я беру то, что у меня есть. Это обрезки кружева, ленточки, бантик, кусочек мешковины, перо, которое я нашла на улице и маленькая шишка. Вы можете использовать то, что есть у вас. Если вас устраивает композиция, которая получилась, вы ее приклеиваете. В нижней части я решила добавить что-то вроде юбочки или воротничка. Посмотрите, я формирую складки и приклеиваю их одну за другой. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одна очень важная деталь, которую нельзя упустить, это блик в глазах вашего джентльмена. Без блика глаза будут пустыми и будет ощущение, что они проваливаются внутрь. Теперь необходимо приглушить пестроту красок. Для этого я пользуюсь техникой, которая называется сухая кисть. Посмотрите, я убираю излишки краски и практически сухой кистью наношу тонкий-тонкий налет, как будто смахиваю пыль. Посмотрите, сразу же проявляются все неровности, шероховатости. И создается именно ощущение доски, которая полежала на солнце, которая обветрил ветер. На мой взгляд, от этого работа только выиграет. Не забудьте приклеить сзади петельку, иначе работу невозможно будет повесить. Если вы хотите, чтобы работа стояла вертикально, значит нужно приклеить что-то в виде подпорки из картона. Вуаля! Наш осенний джентльмен готов! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно понравилось вам, ставьте палец вверх. Делитесь своими комментариями, присылайте нам свои фотографии. Мы будем очень рады! До новых встреч, до новых видео! Пока-пока!